Здравствуйте. Радиостанции Гранит, системы волновая сеть, о которой я вам недавно рассказывал, существуют в различном исполнении. Есть, например, радиостанции в виде металлической или пластмассовой коробки, а не в виде привычных нам автомобильных радиостанций с кнопками и ручками. И сделаны они так, конечно же, не потому что только такие корпуса были доступны, а именно для того, чтобы их можно было использовать в различных сложных условиях. В этом видео я расскажу вам об использовании этих радиостанций, об их установке и работе их в качестве ретрансляторов. Каждое из устройств системы волновая сеть являются и радиостанцией и ретранслятором одновременно. И вот такие вот устройства. И устройство в виде антенны, совмещенной с радиостанцией. И, естественно, носимые радиостанции. И даже вот такая вот сверхминиатюрная радиостанция с гарнитурой выносной тоже является ретранслятором. Причем ретранслятором не в смысле эхорепитером, а именно ретранслятором, работающим в реальном времени. За счет того, что система волновая сеть работает с временным разделением каналов, то есть есть таймслоты, и радиостанция каждая в одном таймслоте принимает сигнал, в другом одновременно передает. То есть человек не слышит эту задержку, когда слышит речь, переданную через эти радиостанции. Радиостанция ретранслятор Р48У9 Конечно, в первую очередь предназначена быть ретранслятором, но для проверки ее работоспособности ее можно использовать тоже как радиостанцию, подключив к ней тангенту. Что я сейчас, собственно, и сделаю. Эта радиостанция, будучи установлена где-то на высоком месте, на крыше, на мачте, питается от источника питания, подключаемого к разъему на торце антенны. Но к этому же разъему можно подключить и тангенту для проверки работы этой радиостанции, для проверки работы ретранслятора. В ней, внутри в корпусе есть резервный источник питания, который мы сейчас будем использовать, можно сказать, как основной, то есть у нас радиостанция от него и будет запитана. Сейчас подключаю тангенту к этой радиостанции. Сам факт подключения разъема к радиостанции является моментом включения питания, то есть при отключенном разъеме питание радиостанции от встроенной резервной батареи не подается, не поступает. При подключении сюда тангента включилось у нас питание, вы слышали, что радиостанция объявила голосом номер канала, на котором она включена и можно с нее осуществлять уже сейчас вызов, проверить, так сказать, связь. Эту радиостанцию ретранслятор для временного, для быстрого развертывания можно устанавливать, крепить к мачте или к чему-то, к металлическому контейнеру, какому-то зданию с помощью магнитов, которые тоже даются с ней в комплекте. Вот они сейчас у меня установлены на корпус радиостанции, я с помощью этих магнитов креплю ее к мачте. Держится достаточно прочно, хотя мачта круглая, то есть если я крепил ее к плоской поверхности металлической, то крепление было бы еще проще. Для проверки временно установленного ретранслятора вызвал сейчас коллегу, который дежурит на одном из каналов в этой системе с носимой радиостанции. Алло, коллеги, как меня слышно? Ответьте, пожалуйста, для проверки связи, прием. Да, принято, спасибо. Еще раз повторю, что такое использование радиостанции Р-48У-9, это конечно не штатное использование. В первую очередь она предназначена для того, чтобы быть ретранслятором, а сейчас я ее использую, как можно сказать, стационарную радиостанцию, просто для проверки связи, для проверки работы ее. При этом она все равно продолжала являться быть ретранслятором, то есть все, что она сейчас принимала, она продолжала ретранслировать в другом тайм-слоте. Также и радиостанция Р-48У-3, будучи вот в таком малогабаритном исполнении, конечно же больше предназначена для установки ее где-то в помещении, но может быть установленной на открытом пространстве, и также она может использоваться как стационарная радиостанция, например, на транспортном средстве, если ее установить, к ней подключается внешняя антенна, это либо комплектная антенна малогабаритная с разъемом СМА, либо это может быть какая-то стационарная антенна, например, направленная. Использование направленной антенны позволяет с такими небольшими мощностями на этом диапазоне пробить достаточно большие расстояния, естественно, при наличии прямой видимости. Это уже будут десятки километров, если использовать такую направленную антенну. Также в этой радиостанции внутри корпуса есть резервный источник питания, от которого мы сейчас ее и запитаем, а при использовании ее стационарно или на транспортном средстве к ней питание подключается по кабелю. Также для быстрой временной установки, а может у кого-то и для постоянной, в комплекте с этой радиостанцией есть крепежные магнитики, с помощью них можно ее закрепить куда-то на металлическую поверхность. Сейчас мы так и сделаем. И также к ней подключается тангента, для проверки связи можно использовать эту тангенту. Она у меня сейчас включилась, сказала, что на первом канале включена. С помощью этой тангенты можно также переключать канал, регулировать громкость, и все это одним нажатием кнопки передачи. Несколькими нажатиями кратковременным можно управлять этой радиостанцией. Например, сейчас я переключу номер канала с первого на второй, три коротких нажатия. Второй. Еще переключу на следующий канал, еще три коротких нажатия. Третий. Сейчас на четвертый канал перейдем, еще три коротких нажатия. Четвертый. Первый. Снова на первом канале, сейчас запрограммировано четыре канала. Коллеги, ответьте для проверки радиостанции Р-48У3. Прием. Да, принято. Все хорошо. Спасибо. Буду на приеме. Вот так вот можно проверить с помощью этой радиостанции связь, а можно ее использовать как ретранслятор, также установив куда-то. Конечно, на магнитах эта установка больше подходит для временного какого-то использования. Но благодаря этому, благодаря тому, что каждая радиостанция работает одновременно и как ретранслятор, сеть таких станций можно развернуть очень быстро. И в случае, если мы разворачиваем эту сеть на каком-то объекте сложном, сложной инфраструктуры, сложной конфигурации с какими-то подвалами, с железобетонными помещениями, можно очень быстро где-то увеличить зону покрытия, улучшить связь. Если в каком-то одном месте связь была неустойчива, приходим рядом с этим местом, устанавливаем такую радиостанцию какого-то одного из подходящего типа или вот эту тройку или девятку длинную с антенной коллинеарной и связь, соответственно, покрывается еще в каком-то месте за счет того, что каждая такая радиостанция работает как ретранслятор сразу. При монтаже такой радиостанции где-то в помещении, в каком-то подвале, на парковке подземной, то питание к ней можно подавать с помощью такого источника питания тоже в комплекте идущего, с обычным usb выходом и вот с таким соответственно кабелем, подключающимся к радиостанции. Честно, меня, занимающегося всю жизнь радиосвязью человека, эта система удивила. Удивила одновременно несколькими своими особенностями. Одна из особенностей, как я вам сказал уже, это ретрансляция, то есть то, что каждая радиостанция всегда работает ретранслятором. Это не надо даже включать нигде, это включено в них всегда по умолчанию, везде даже выключить нельзя. А второе то, что много вот таких вот разных типов и при этом за счет того, что радиостанции все ретранслируют, за счет этого при маленькой мощности, при такой высокой частоте 868 МГц, все равно удается покрыть очень какие-то сложные большие территории. То есть выйдя даже вот с такой маленькой радиостанции, с системы волновая сеть, куда-то на высокое место, например, на крышу, можно обеспечить связь, улучшить связь для радиостанции, находящихся внизу. То есть, например, если в помещении, в кабинете в каком-то человек находится с радиостанцией из этой системы, которому надо связаться на значительное расстояние, то послав другого человека, например, на крышу или на какой-то холм, на какое-то высокое место с еще одной такой станцией, мы тем самым устроим ретрансляцию, увеличим дальность действия, не используя никаких специальных ретрансляторов, никаких технологий не надо, просто включенная даже вот такая маленькая радиостанция уже будет работать как ретранслятор. Ну а уж тем более вот такая радиостанция У-9 специально предназначена для того, чтобы быть ретранслятором, тем более, конечно же, она нам связь еще лучше, так сказать, обеспечит. Во время каких-то чрезвычайных ситуаций, экстренно, эта радиостанция может быть установлена даже вот таким вот простейшим образом, все равно сейчас на крыше на большой высоте она является ретранслятором. Например, с помощью нескольких носимых станций сейчас вокруг этого здания на значительном удалении можно вести связь между собой, используя эту радиостанцию здесь как ретранслятор. Даже без постоянного стационарного питания от встроенного резервного аккумулятора она и то много часов может обеспечить связь. Но можно же конечно и внешнее питание подключить. Радиостанция ретранслятор, совмещенный в одном корпусе с клиниарной антенной, а называется это радиостанция гранит Р48У-9, существует в варианте исполнения зима. От обычной Р48У-9, которую я вам только что показывал, она отличается тем, что во-первых расширен диапазон питающих напряжений, и теперь эту радиостанцию можно питать от любого напряжения от 5 до 15 вольт, и во-вторых внутри корпуса есть встроенный подогрев, который включается при низких температурах. Благодаря этому радиостанцию можно использовать где-то в условиях крайнего севера, там дает очень холодно, и при установке например ее на мачте можно питание подавать непосредственно по кабелю. 12 вольт не нужно устанавливать рядом с радиостанцией блок питания от сети 220 вольт, который при низких температурах может отказывать. Также сохранена совместимость со старым парком радиостанцией Р48У-9, которые питались только от 5 вольт, так как в варианте зима диапазон питающих напряжений тоже начинается от 5 вольт. То есть можно просто поставить вариант зима вместо 5 вольтовой старой радиостанции. Никаких входных и выходных частот ретранслятора, никакого управляющего канала, никакого дуплексора, большой стойки с оборудованием ретранслятора. Одна маленькая радиостанция сразу выполняет функции всего ретранслятора. По-моему это очень удобно. На этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Смотрите также другие мои видео. Подписывайтесь на канал, на группу вконтакте. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.